Всем привет, друзья! Друзья, с вами предновогодний сёгун, в общем, в спешке доделываю я то, что начал собирать ещё в начале недели. Значит, предмет обзора у нас, то, что у меня, в принципе, давным-давно приехало, вот, но потратил определённое время, я потратил определённое время для того, чтобы это более-менее нормально отснять, потому что понимал, что мы попадаем в период приезда студии, а наша студия драгоценная переезжает не очень далеко, но зато сильно более качественно. В чём цимис этой железяки, конкретно, да, говорим о цевьях? Значит, это копия Гайзли. Гайзель, Газель, Жизель. В общем, как её только не называют, по сути, цевья компании Гайзли, которая пошла в набор современного САКОМа по проекту URGI, то есть Upper Receiver Group Improved, то есть заработанная верхняя ресиверная группа, и собой, по сути, заменяет нашего любимого Данилу Защитника в его возможных вариациях, то есть Daniel Defense. 9,5, 12,5 дюйма, в общем, то, что стояло на вооружении раньше. Значит, конкретно здесь у нас Mil-Spec M-Lock крепление, рис остался, как обычно, да, только сверху, как самый необходимый. Ну и вот это вот самое Dream, Dream-цевьё, короче, которое теперь будут носить в так называемом САПМОКе БЛОК-3. Ну, то есть, это не САПМОК БЛОК-3, но, в общем, элемент нового вида, то есть, вот, нового вида внешнего, соответственно, американского спецтаза. В принципе, на рынке достаточно много, уже, уже достаточно много изделий вот этого формата, потому что Mil-Lock оказался значительно проще в производстве. Вот, но, если говорить о, вот, об этой вещи в плоскости, именно, придирании к внешнему виду и прочих вещей, несколько компаний уже просто волосились, в общем, с внешним видом, и не знаю, большой ли будет популярностью это все дело пользоваться. У меня здесь изделия от малоизвестной конторы Хао, или Хао Птвард, в общем, Хао Индустриэс, как они только, в принципе, не называются. И главный прикол Хао в том, что они делают 3D-сканирование, оригинальные вещи, и только потом на основе нее уже корректируют модель для того, чтобы, соответственно, это все дело запилить. MK-16, у них уже достаточно много копий Гайзелевских целей, значит, у меня сейчас есть одна небольшая специфика, о которой я расскажу. Давайте по-быстрому пройдемся по внешнему виду. Значит, у нас здесь торк-болты, ну, так называемая звездочка, как еще называют, вот, значит, с ответной гайкой замечательной. Вы увидите сейчас все на крупных кадрах, так как я в любом случае туда это дело врежу. У них очень хорошие гайки, то есть там настолько большое внимание к деталям, то есть то, что там даже выступы такие же, как на оригинальной Гайзеле. Вот, у нас присутствуют маркировочки, которые стыдливо, конечно, заклеиваются при поставке изолентой. И самое главное для всех солдат и дрочеров у нас здесь есть NSN, не Part Number, а NSN, то есть National Stock Number. То есть вот это вроде бы как у нас получается тот же, те же циферки, которые обозначают военную вещь. Мне в целом вообще не очень нравилась идея МЛОКа, хотя я знал, что после того, как МакПул открыл лицензию на них, то есть на производство своих стали дел кто угодно, их приняли на вооружение, то есть вот эта система прита на вооружение официально. Это не спортивная поделка и не какая-то уже коммерция. Вот, и я был очень скептичен по поводу МЛОКа, потому что, во-первых, А, это не хотелось, чтобы уменьшалась прочность изделия, и Б, это то, что тогдашние изделия с МЛОКом, это было... Ну, это было на самом деле насмешище над оружием, потому что здесь, в этой секции вообще никак не использовали, и там были какие-то рамки, в общем, даже предыдущее поколение Гайзли, у них в этих местах, соответственно, ничего нет, одни сплошные пропилы, то есть выглядит это, я даже не знаю как, ну, мне очень сложно, как паутинка просто алюминиевая. Вот, но в Милспек-версии, в принципе, все отличаются тем, что и, по крайней мере, то, что пришло на замену КАЦовской СР-25, он же М110, М110А1, я так понимаю, она теперь будет или А2, А1, скорее всего, вот, там с такой же системой стоит сырье, то есть МЛОК у нас во всех плоскостях, каких только возможно, вариативности, конечно же, больше. Кстати, вариативность, это, в моё слово, паразит декабря 2019 года. По поводу внешнего вида, и это реально, я считаю, я не прям сравнил, возможно, у нас появится возможность сравнить, допустим, какое-нибудь цевьё с Алиэкспресса, то ли от Кублая, то ли ещё от кого-то, Angry Gun, соответственно, Хао и Оригинал, и посмотреть, что из них как бы выглядит натуральнее. Вот, но за счёт того, что они делают, на 3D, Хао делает, да, с 3D, как бы, с моделью 3D-сканирования, у Хао сделано очень много деталей, причём они не важны вообще, на функционал они не влияют никак, но вот прям вот такое бережное отношение к производственному процессу или вообще к деталям, то, что у него многие элементы, они прям вызывают уважение. То есть, для нецведущих, вот могу сказать, что у оригинала здесь тоже, короче, такой же заусенец есть. Это, опять же, да, ни на что не влияет, даже никто не заметит. Но, кроме этого, сглажены все грани, все грани Млока, и те, кто пользовался китайским Млоком, знают, какая-то боль, потому что они оставляют острые грани, и ты просто уничтожаешь перчатки, короче, это не очень здорово. Можно, конечно, купить накладки, но, блядь, покупать дырявое цевьё, чтобы ставить на него потом накладки. Вообще, идея с дырявым цевьём и навесными планками, типа, купи планки отдельно, чтобы их ставить, но это тоже какой-то эпловский plug-and-play. Ну, в общем, вот это то, к чему мы пришли. И все грани, вся геометрия, она сделана просто великолепно. Я реально таких страйкбольных реплик не видел, ну, такого отношения к изделию, да, не видел достаточно давно, то есть, если не сказать никогда, может, я просто мало мацал. Все маркировки есть, ингрейв, никакого лазера, ничего, всё отлично пиленное, все это алюминий авиационный, всё, что должно быть стальное, стальное. За одним-одним исключением есть. Значит, дело в том, что Хао, так как он сделал с 3D-модели, он рассчитан на очень маленький рынок, и размерность определённых узлов, ну, то есть, одного, по сути, узла, приёмного узла на ресивер, да, она рассчитана на Real Steel и ГББ максимум. То есть, некоторые Аеги, в частности, у меня King Arms, да, некоторые Аеги в нижней части Апера, вот тут вот, они шире, они как бы нормально так шире, почти на 9, от 8 до 9 мм, в общем, ширина может быть больше, чем у огнестрельного ресивера, и приходится пилить. В общем, мне как-то пришло цевьё, я такой думаю, сейчас я её в спана поставлю, да, сейчас он у меня будет классненький, замечательный, особенно, как бы, я знаю, что Энгреган, допустим, когда я видел его в мастерской Combat Union, встаёт вообще, то есть, всё, ты задвинул, накрутил баронат, задвинул, всё, вообще всё работает. Здесь, милспек, размер, то есть, это вот прям, вот, прям, вы будете делать с ним то же самое, что делали бы с огнестрельным съёмом, то есть, настоящим. Вот, но это стоит того, стоит того, значит, по поводу внешнего вида, многие писали, те, кто уже, по крайней мере, кто купили, да, кто купили данное изделие, они уже писали то, что у него краска более стойкая, чем у Энгрегана. По поводу цвета, я пока ещё не могу разобраться, мне кажется, что он чуть-чуть светлее, но, опять же, давайте дождёмся, наверное, возможности посмотреть это с оригиналом, с Энгреганом, разом. Но покраска очень приятная, она очень классная, то есть, ну, это реально топ изделия. Единственное, чего я не понял, так это вот этих вот отверстий под антабку, точнее, как бы я понял, зачем они нужны. Дело в том, что стандартная широкая антабка здесь вообще никак не проворачивается, она постанавливается по диагонали, потому что упирается в верхнюю планку, и у меня вот здесь даже где-то есть вот небольшие уже, короче, потертости от антабки, то есть, потому что угол можно было какой-то сделать, чтобы она просто... Там же и так стоит, там внутри есть насечка, типа, чтобы она не проворачивалась, и это, ну, то есть, это гайзли, ну, вот, вот такое. До этого на других цевях у них не было такого, то есть, может, типа, военные сказали, а давай так вот и будем делать. С чем ещё пришлось потрахаться? Потрахаться пришлось мало того, что пилить алюминий, да, вот здесь. Пришлось ещё подрезать вот эти контр... ну, не контр-болты, короче, вот эти болтики шестигранные, которые, соответственно, типа, отвечают за центрирование лево-право. Спасибо моей замечательной девушке, которая подарила мне дремель перед Новым годом, потому что без дремель я бы это просто вручную не сделал. Пока не играл. Вот поставил, ждал обзора, пока не играл. По ощущениям очень прикольно, конечно, легко, хотя казалось, что энгрегант чуть-чуть легче. Ну, то есть, есть какие-то вот мелочи есть, но всё равно на 90% того, как бы, что я вот ощущаю, я доволен. По стоимости, что это выходило? Это выходило порядка 100 долларов там, в Тайване. Он находится на Тайване. Ещё плюс 15 доставка ЕМС. Сейчас в конце 19-го доллара немножко припал. Это получается, короче, до 7 тысяч. Это такое изделие обалденное. Единственное, чем минус, могу сказать, что, блядь, ключик. Вот могли бы положить ключик. Ну, то есть, у меня могло не быть таких инструментов. А ключа они, соответственно, не кинули. В общем, посадил. Я сейчас, не знаю, не буду я откручивать. Я покажу сейчас на крупных планах Barrel Nut. И Barrel Nut всё равно требуется в проставке, потому что есть небольшой люфт ствола, но это не так страшно. Вот. И, в принципе, по этому семейству, по такому, у меня была точно такая же система крепления. Китайская M-Log. Потому что я не хотел тратить, типа, 150 баксов плюс доставка на Angry Gun. И не думал, что оно будет стоить, там, короче, в нормальном исполнении, типа, в районе 100 долларов. Крепление нормальное. Ну, то есть, нет трахина, которого ты испытываешь, когда ты созраешь Daniel Defense. Хотя Daniel Defense можно выровнять даже там, где, в принципе, всё по базе не очень ровно. Вот это садится плотником, если вы, соответственно, допиливаете его в некоторых частях, где он не сходится. Мне, говорю, только вот эти вот две губы. Не заходили верхотуру. То есть, King Arms в верхней части ресиверов, там, по ширине планки, короче, он очень ок. Вот. На этом, наверное, всё. Ещё раз говорю, я рекомендую. То есть, конечно, покажет эксплуатация, но вот по своим деньгам, с доставкой, с сервисом. Офигенная штука. По крайней мере, если вы хотите реально доделать. Доделать или сделать бы новый крутой привод с нуля. Вот. На этом на сегодня всё. Наслаждайтесь визуалом. С вами был Сёгун. Большое спасибо за внимание. Вас ждёт только уже маленький сюрприз новогодний, который мы опубликуемся попозже. Вот. Всем счастливо. Всем хорошего года. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!